Перед началом дефиле участницы столпились у входа в 38-ю комнату, которую с гордостью называют домом ветеранов. Наша новая идея, наш авангард. Одежда для дам 60-80 лет в стиле авангарда, смелый и крутой вызов возрасту. Вот такой обыкновенный, видите, прямоугольник, да, зашили с боков и, пожалуйста, красиво, модно и, я думаю, что даже можно куда-то, вот этот пояс одели и можно куда-то выйти. Хотим освоить новую технику, которая называется объемная вышивка. Мы ваше изделие будем украшать цветами, которые будут выглядеть объемно. Продолжение идеи Галина Борисовна сказала нам, будем делать экстравагантные, будем делать новые. Я думаю, что у меня под руками еще нет. И вот нашла просто кусок ткани, простой. Прострачивается вверху, в середине и внизу. Собираем. Ну, как вы поняли, две дырочки. Одеваем. На даче, дома. Подтянули. Макрофон мешает тебе. Нет, нет, он не мешает. Завязали. Все, вот какая красота. Можно и внизу сделать. Будет такой, как еще современнее. Хотите так. Хотите так. Еще карманы сделайте. Да, хотите карманы. У меня на карманы ткани не хватило. Единственное, что я нашла. Стол завален множеством ярких, уникальных изделий. Белокрылый лебедь, важный павлин с золотистым распущенным хвостом. Тарелка цветник. Это авторские работы из обычных пластиковых бутылок Натальи Харитоновой. Ее аист украшает подъезд дома хозяйки и, кажется, помогает пополнять семью. Дочка уже подумывает о третьем ребенке. Нельзя не обратить внимание на икону, расшитую шелком из цикла «Святые лики» Аллы Римашевской. Рядышком забавные вязаные обезьянки с учетом символа наступающего года. Их можно считать заявкой на свой бизнес. Я всех призываю, вяжите обезьянку к Новому году. Это же будет изумительный подарок и близким, и знакомым. Всем-всем самое интересное будет обезьянка. Все оригинальные поделки фантазеров даже не перечислить. Зажигательные куколки-хороводницы на палочке Елизаветы Викторовны помогают укреплять мелкую моторику и бабушкам, и внукам. А еще здесь проходят занятия йогой. Еще у нас караоке. Но караоке мы будем, значит, петь по пятницам. Третья пятница. Но это не простой день караоке. Не то, что мы будем просто песни петь. Мы будем изучать авторов, кто написал эту песню, историю жизни этого автора, композитора. То есть я думаю, что это будет интересно, это будет познавательно. Возвращаясь к новому проекту, пожелаем отчаянным пенсионеркам оставаться в тренде. Дарья Киреева, Галина Поликарпова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Наши годы, как птицы летят.